Всем привет! Сегодня поговорим про пауэрбанк со встроенным светом Nightcore SCL10 Предоставленный для обзора официальным дилером марки Nightcore в России Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео SCL10 это комбинация пауэрбанка и света для фото-видеокамеры Скажем, два в одном, емкость 10 000 мАч встроенного аккумулятора И возможность регулировки цветовой температуры от 2500 кельвинов до 6300 Упаковка выполнена в виде коробочки, это не блистер Ее можно использовать также и для транспортировки Потому что отдельного чехла для транспортировки здесь у нас не предусмотрено Что, к сожалению, очень плохо, почему поговорим далее В комплекте идет кабель USB Type-C для зарядки Адаптер крепления с винтом для пауэрбанка И ответная частью под штатива 1,4 дюйма Либо крепление в горячий башмак фотоаппарата Либо же рамки, в которой стоит ваша камера Также идет в комплекте инструкция И сам пауэрбанк, выполненный в виде смартфончика Со скругленными углами На обратной стороне мы видим экран информационный Над ним две кнопки плюс-минус для регулировки яркостью и выбранным режимом На другой грани видим порт USB Выход и USB вход, вход-выход Можно через каждый заряжать Поддерживается быстрая зарядка 5-9 вольт Кнопка включения красного цвета На нижней грани расположено гнездо Стандартное 1,4 дюйма Характеристики, информация о производителе И характеристики, информация о самом пауэрбанке Емкость 6000 мАч при 5 вольтах 2,4 ампера Входной ток 5 вольт 2,4 либо 9 вольт 2 ампера Это если мы хотим по быстрой зарядке его заряжать И выходная мощность максимальная 18 вольт 5, 9 и 12 вольт на выходе Если мы хотим заряжать устройство, которое поддерживает быструю зарядку Видим комбинацию светодиодов холодного и теплого оттенка И давайте посмотрим, как это все работает Нажимаем и удерживаем кнопку включения Включился у нас экранчик На котором есть следующая информация Итак, на экранчике мы видим следующую информацию Верхняя строка – это время Оставшиеся работы для работы в этом режиме Насколько нам хватит заряда Схематический индикатор аккумулятора Далее идет мощность, которая сейчас работает На которой работают светодиоды И последнее – это индикатор информации о цветовой температуре Вот так выглядит 5200 режим на 5% яркости Фотоаппарат сейчас стоит в автоматическом режиме Поэтому он будет настраивать картинку в зависимости от яркости То есть вот сейчас у нас максимальный режим 100% мы видим И если мы будем уменьшать яркость Вот наш минимальный режим 5% При нажатии на кнопку включения коротком Мы можем изменять цветовую температуру светодиодов От холодной до теплой Но опять-таки фотоаппарат у нас стоит в автоматическом режиме И мы изменяем Он изменяет баланс белого в зависимости от картинки Ну, я думаю, видно, насколько меняется цветопередача Что я могу сказать про данный пауэрбанк Очень интересное устройство Мне оно нравится Отдельно по короткому нажатию на кнопку включения Можно увидеть остаток заряда Что позволяет проконтролировать время работы По данный пауэрбанк могу сказать Хорошая конструкция Неплохо собран Но вот это вот прозрачный пластик на светодиодах Достаточно такой нежный, мне кажется И лучше иметь какой-то чехол для транспортировки Относительно комплектного крепления Которое идет в коробке Оно реализовано неплохо Имеется мягкое основание Позволяющее закрепить данный пауэрбанк На штативе, как отдельный свет Либо же поставить в гнездо горячего башня мака на фотоаппарате Из минусов Это то, что вот это крепление, эта часть У нас на некоторых моделях фотоаппаратов Может перекрывать кнопку спуска Либо же какие-то кнопки управления Поэтому следует либо же искать какой-то выносной кронштейн Либо же для фотоаппарата докупать отдельный кейдж Клетку так называемую И уже ставить в него этот свет На фотоаппарате Panasonic GX80 Который я снимаю обзор Свет как раз перекрывает кнопку спуска И необходимо этот свет ставить в кейдж Но расположение этого крепления логичное Ось света совпадает с осью объектива И соответственно меньше тени каких-то рельефных Будет попадать в камеру Для примера Пауэрбанк сейчас у нас заряжает фонарик На фонаре идет зарядка О чем информирует красный светодиод Используется комплектный USB кабель И мы видим, что на экране у нас имеется информация При нажатии коротком на кнопку включения 74% заряд и мощность зарядки Которая передается на фонарь То, как к сожалению, у нас здесь не указывается При этом мы можем делать параллельно несколько действий Заряжать какое-то наше устройство И дополнительно работать со светом Что, как по мне, очень неплохо То есть можем одновременно подзаряжать фотоаппарат И светить себе на объект Если ваш фотоаппарат поддерживает такие функции Итак, как работает наш свет SCL10 Он же Powerbank При зарядке Давайте посмотрим на токи и напряжение Во время работы устройства Итак, подключаем к USB Type-C У нас сразу же на экране отображаются параметры зарядки 5,9 Вт В пике у меня было до 8,4 Вт Возможно, у нас ограничивает charger доктор Давайте подключим и посмотрим Вот, у нас сразу же пошло 8,5 Вт Зарядка При этом мы можем спокойно пользоваться светом У нас доступны все режимы И на экране отображается состояние заряда Из интересного Мы можем параллельно к Powerbank Подключить какое-то дополнительное устройство И заряжать его Интересно, при этом какой будет выходной ток И мы сейчас это увидим Подключаем телефон к Xiaomi Его родная зарядка 2 А Напряжение заряда самого Powerbank Падает до 1,6 Вт И выдается хотя бы 0,5 А 4,8 Вольт 0,44 А То есть минимально что-то мы заряжать можем Кстати, из интересных минусов багов Мы отключаем дополнительную нагрузку Отключаем свет Но у нас мощность остается ограниченная на заряд 1,7 Вт Если мы переподключим кабель То у нас все придет в норму К 8,5 Вт Зарядки Такой вот интересный Powerbank Мое мнение относительно данного Powerbank Формировалось более месяца Я специально не спешил делать на него обзор И могу сказать следующее свое мнение Интересный свет Для съемок видео он мне помогает Также он неплох в использовании как контровый свет Ну и конечно же функция Powerbank У него очень полезная Плюс она дает очень хорошее время работы И мне нравится, что есть такая гибкость Можно и заряжать И светить данным светом Конечно, как основной фотосвет Он будет маломощный Но если снимать какие-то макрообъекты То свет данный будет хорош Сейчас у нас минимальный режим 5% Управление простое Экранчик хорошо читаемый на солнце А вот фотографировать его достаточно сложно Потому что он, как видим, сейчас мерцает у нас И вот это мерцание при выдержках Короче, одной сотой Мы ловим эту волну И не все строки мы можем сфотографировать Ну, это такая особенность просто для обзорщика Которую я заметил В остальном интересная штука Из минусов это то, что в комплекте Нету никакого транспортировочного чехла Ну, здесь, возможно, какой-то кейс От телефона подойдет Либо же можно использовать родную коробку В которой будет сразу же лежать и наше крепление Кстати, относительно данного крепления Давайте про него чуть-чуть подробнее расскажу Крепление выполнено из алюминия Вот эта вот часть прорезиненная То есть она упирается в алюминий корпуса И не повреждает его Все остальное выполнено из алюминия Аккуратно черное анодирование Крепится в горячий башмак Сам горячий башмак этот Либо же может ставиться на стойку штатива Стандартная резьба 1,4 дюйма То есть вот такой вот свет у нас Поменяем температуру его То есть можно использовать как фоновый Как контровый какой-то свет Как по своей гибкости То очень неплохой интересный вариант А самое главное Здесь неплохой аккумулятор в комплекте Встроенный С дополнительной функцией пауэрбанка На этом все Спасибо всем за внимание До новых встреч Подписывайтесь на мой канал Ссылка на магазин И промокод на скидку В описании к видео До новых встреч Баланс белого заморожен как солнце 6300 температура сейчас у нас И начинаем понижать ее 6000 5500 4600 4000 кельвинов 3000 кельвинов И 2500 минимальный То есть мы видим Насколько меняется у нас цветопередача В зависимости от освещения Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok